Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И Фераксис стали нам показывать, анонсировать цивилизации и лидеров, которые появятся в новой седьмой циве. В первую очередь, конечно, лидеры тут важно. Начали с Хэтшипсут. Почему важны лидеры? Потому что они будут через всю игру проходить. Хэтшипсут у нас сфокусирована на культуре и экономике. И её агенда, то бишь, на что она будет ориентироваться, она любит лидеров, у которых меньше чудес, которые есть у неё. И не любит тех, у кого больше чудес, чем у неё. Появляться она будет на судоходных реках. У неё так прописано в её место появления. То есть, видите, тут будет зависеть от лидера, а не от цивилизации. А лидерский бонус плюс 15% к производству зданий и чудес, если город расположен на судоходной реке. А второй лидерский бонус плюс одна культура от импортируемого ресурса. Это такая новая механика в седьмой циве будет, что караваны могут импортировать ресурсы из других стран. И вот Хэтшипсут будет получать эту самую культуру. За Хэтшипсут вы можете играть не только за Египет, но и за другие цивилизации. Напомню, вот так теперь сделано в седьмой цивилизации. Лидеры проходят через всю игру, цивилизации меняются, и более того, вы можете за них начинать играть за цивилизации, которые к ним не относятся. Вот Хэтшипсут заточена на Египет и Аксум, по-моему, но вы можете, например, начать и за Древний Рим за неё играть. Для анонса цивилизации, к сожалению, Фераксис таких красивых видео не сделали, поэтому я буду довольствоваться вот скриншотами, но иногда буду видео всё равно вставлять. Анонсировали на данный момент пять цивилизаций античности и одну цивилизацию эпохи исследований. Начнём по порядку. Аксум. Уникальная способность называется Королевство природных богатств. Вы получаете больше золота за ресурсы. Ну, видимо, обрабатываемый ресурс, причём неважно, стратегический, бонусный или роскоши, будет давать дополнительное золото. Фокус цивилизации на культуру и экономику. Уникальный гражданский юнит. Танква. Это торговый корабль. Его нельзя разграбить, и у него увеличенная дальность торгового пути. Неужели в седьмой циве опять разделят наземные караваны и морские? А уникальный военный юнит. Доу. Тоже, кстати, корабль. У него увеличенная боевая мощь на прибрежных клетках, а также имеет заряд для создания морского торгового пути. Что-то похоже на португальский нау из пятой цивы. Ассоциированное чудо – Великая Стелла. Напоминаю, что это значит. В седьмой циве чудеса могут строить все, но если это чудо ассоциировано для какой-то цивилизации, то она его строит быстрее. По-моему, на 30% быстрее. Так вот, у Египта это Великая Стелла, которая даёт золото за каждую эпоху, прошедшую с момента постройки этого чуда, включая ту эпоху, когда это чудо построено, и может быть построено только на ровном тайле, на ровной клетке. Также у каждой цивилизации есть свои уникальные деревья цивиков или социальных политик. Обычно там три цивика для исследования. Вот для Аксума – это вонускрипт Эритрийского моря, который открывает уникальное улучшение Аксума под названием Хавилт. Это экономическое улучшение увеличивает культуру за каждое соседнее чудо или соседний же Хавилт. Строить можно только на ровной клетке. Эта же социальная политика увеличивает количество ресурсов в поселениях на побережьях и судоходных реках, не путайте с городами, и разблокирует, собственно, великое чудо Стелла. Тут же вы можете принять традицию порт народов, что увеличивает культуру и золото за каждый активный торговый путь. На втором уровне этой социальной политики, а некоторые социальные политики и технологии можно будет открывать два раза, вы увеличите золото в кварталах, которые расположены на прибрежных клетках. Следующая социальная политика Аксума – Монументум Адулитанум. На первом уровне дает алтарям и монументам культуру за бонус соседства с уникальным улучшением Хавилт, а также открывает традицию «Трон моих предков», которая увеличивает золото в городах, находящихся на прибрежных клетках. И все, тут только один уровень социальной политики, как и в следующей социальной политике – книги химьяритов. Тут уникальные юниты Аксума – Долл получат прокачку уклонения, которая позволяет им игнорировать вражескую зону контроля, а также открывает традицию «Пусть это порадует народ». Повышенная культура ресурсов на прибрежных клетках или рядом с ними. Но осталось только добавить, что место появления для Аксума прописаны холмы и луга. Видимо, если вы возьмете Хадшипсут, то вы должны появиться на судоходной реке где-то в холмах и лугах. Следующая цивилизация – родственный Египет. Уникальная способность называется «Дары Осириса» – увеличенное производство на судоходных реках. Фокус цивилизации на культуру и экономику. Уникальный квартал называется «Некрополь». Дает золото каждый раз, когда в этом городе строится чудо. А появляется этот уникальный квартал, если построить в одном квартале два уникальных здания. Первое – «Мастаба» – культурное здание, дает золото за соседние клетки пустыни. И «Усыпальница» – экономическое здание, дает счастье за соседние судоходные реки. Уникальный гражданский юнит – «Тьяти». Как я понимаю, это что-то типа великого человека, потому что в описании говорится, что это уникальный визирь или архитектор. Может быть построен в городах с некрополем и рандомно будет выдаваться один из десяти возможных «Тьяти». Дальше идет их описание, я не буду всех их перечислять. Там есть «Имхотеп», «Небет», «Апирель». Ну вот, например, «Аминхотеп» ускоряет производство чуда, добавляя ему большое количество производства. Так что считайте это, что какой-то аналог великого инженера. Но получать вы его будете постройкой в городе, причем каждое новое вот это «Тьяти» его производство будет, необходимое производство будет увеличиваться. Уникальный военный юнит – «Меджай». Это пехота. У него повышенная сила на дружественной территории и удваивается сила, если находится в родном поселении. Ассоциированное чудо – пирамиды, которые увеличивают золото и производство на малых и судоходных реках в этом городе. Естественно, должны быть расположены на пустынной клетке рядом с судоходной рекой. Места появления, не поверите, судоходные реки и пустыни для Египта. Ну и уникальное дерево социальных политик – «Прибытие Хапи». Открывает, в общем-то, возможность строить усыпальницу. А «Малые реки», «Переход малых рек» не заканчивает ход юнитов. Также открывает традицию Ахет. Она увеличивает еду на судоходных реках. Другая социальная политика – «Весе Анубиса». Открывает уникальное здание Мастабу, а уникальный юнит Миджай начинает генерировать золото, если расположен в нашем поселении. Кроме того, открывает традицию богатства Дуата, что увеличивает производство при создании чудес. И, наконец, последнее – «Свет Амун-Ра». Увеличивает золото во дворце, также количество возможных поселений. И открывает традицию Кемет и возможность постройку пирамид. Традиция Кемет увеличивает культуру на судоходных реках. Обратите внимание, что в социальных политиках, уникальных Египта, только один уровень. Тут нету второго уровня ни у одной из социальных политик. Уникальная способность майя называется «Небеса и Цамны». Дворец получает дополнительную науку за соседние растительные клетки. Ну, дворец, как я понимаю, это только в столице может быть. А вот что такое растительные клетки? Вегетейтед. Сложно сказать. На которых есть растительность? А если ее вырубить, убрать? Если там районы будут стоять? В общем, непонятненько. Фокус майя – дипломатия и наука. Кстати, тоже пока непонятно, вот эти атрибюты или фокус, на что это влияет. Уникальный район. Увайбил кух. Каждый раз, когда вы изучаете технологию, этот город получает производство, равное небольшому проценту от стоимости этой технологии. Не знаю, почему не написан конкретный процент. Может, они еще там решают по балансу. Уникальное здание Джеллоу направлено на счастье и дает дополнительную культуру от соседних кварталов. Еще одно уникальное здание Ку-Наа нацелено на науку и дает науку от соседних вот тех самых растительных клеток. Уникальный гражданский юнит майя – убийца ягуаров. Я так понимаю, тоже какая-то замена скауту. У него есть способность ловушка на ягуаров, которая ставит невидимую ловушку на растительных клетках, опять же. И вражеские юниты, проходящие по этой клетке, получают урон и заканчивают мгновенно ход. Интересно, влияет она именно на вражеские юниты или на нейтральные тоже? Кроме того, также непонятно, можно их ставить на любые растительные клетки или только на свои территории. Я думаю, что на любые. И через некоторое количество ходов эта способность возобновляется. Так что вы поставили ловушку. Сколько-то ходов прошло, можете еще одну ставить. Уникальный военный юнит Хульче, тот же самый, что был и в 6-й Циве, тоже стреляющий, может видеть сквозь растительные клетки и двигаться по ним без штрафа. Ассоциированное чудо Мундо Пердидо увеличивает счастье и науку на тропических клетках этого города. И можно построить только на тропической клетке. Кстати, место появления майя как раз растительные и тропические клетки, чтобы вот эти способности работали. Ну и, наконец, уникальное дерево технологий Дождь Чаака открывает как раз уникальное здание Куана, а алтарь начинает давать науку за соседние растительные клетки. Также открывает традицию Петкот. Не знаю, это домашний кот, что ли? А традиция эта Петкот увеличивает науку на растительных клетках в городе. Следующий Цивик Повелители Шибальбы открывает уникальное здание Джелоу, а уникальные юниты Хульче и Убийцы Ягуаров получают невидимость на растительных клетках. Также открывается традиция Чудо Близнецов, которая добавляет юнитам яд. Это означает увеличенный урон против раненых юнитов. И, наконец, последний уникальный Цивик Майя. Календарь Майя после открытия технологии дает культуру, равную небольшому проценту от стоимости технологий. А после открытия Цивика дает науку, равную небольшому проценту от открытия этого самого Цивика. На втором уровне этой социальной политики увеличивается количество поселений. А также открывается Чудо Монтепердидо и две традиции Цолкин и Хааб. Цолкин увеличивает науку от зданий, которые дают счастье, а Хааб увеличивает культуру от зданий, которые дают счастье. Следующая цивилизация античности, которую нам представили, Маурья, предки индусов. Уникальная способность Тхаммалиппи. Вы можете выбрать дополнительный пантеон после открытия мистицизма. То бишь, эта цивилизация может взять два пантеона, а не один. Фокусы у цивилизации – военный и научный. Я так думаю, что это, скорее всего, будут как-то быстрее заполняться вот эти шкалы побед. Если они сфокусированы на военную и научную, видимо, вам будет проще там выполнять задания или просто будут чаще они выпадать. Именно по этим двум фокусам. Уникальный квартал называется Матта. Увеличивает счастье в городе. Уникальное здание Маурья – Дарамшала. Тоже фокус на счастье и дает дополнительную науку от соседних кварталов. Еще одно уникальное здание Вихара. Тоже фокус на счастье и дает дополнительную культуру от соседства с горами. Уникальный гражданский юнит Нагарико. Это поселенец и, как написано, добавляет счастье в городской ратуше. Видимо, города, основанные этим поселенцем, или поселения, лучше сказать, будут давать больше счастья. Уникальный военный юнит Пурабхеттарах. Уникальная кавалерия. Увеличенная сила против укрепленных юнитов. Ассоциированное чудо Санчеступа. Она добавляет счастье, а также дает культуру за лишнее счастье от этого города. Можно размещать только на равнине. Стартовое место, кстати, у Маурья – растительная клетка. Уникальное дерево цивиков содержит, кстати, четыре цивика для открытия, а не три, как у прошлых цивилизаций. Ачарья открывает как раз уникальные здания Дармашала и Вихару, а также традицию Чарвака, который увеличивает счастье от научных зданий. Ваюхам дает юнитам кавалерии и пехоты увеличенный бонус к силе, если они находятся друг рядом с другом, а также открывает традицию кшатрии, что увеличивает счастье от военных зданий. Цивик Айурведа увеличивает лечение юнитам, которые находятся рядом с уникальным юнитом Маурья, вот тем самым Пурабхеттарах, а также открывает традицию шрени. Она добавляет золото за каждое дополнительное счастье в городе. И, наконец, цивик Мантри Паришат увеличивает выхлоп от всех клеток в поселениях, которые основаны не вами, также увеличивает лимит поселений и открывает чудо Санчеступу и традицию Арташастра, которая добавляет науку за каждое лишнее счастье в городах. И последняя представленная цивилизация античности – Древний Рим. Уникальная способность – 12 таблиц, добавляет культуру каждому району в столице и каждому центру города в других городках. Фокус цивилизации на культуру и войну. Уникальный квартал называется Форум, добавляет культуру и золото за каждую римскую традицию, принятую в правительстве. Уникальное здание храм Юпитера сфокусировано на счастье и дает культуру за каждое соседнее здание на счастье. А Базилика, другое уникальное здание, сфокусировано на золото и дает влияние за каждое соседнее культурное здание. Уникальный гражданский юнит называется Легат, он, собственно, заменяет командира. Не знаю, почему он в данном случае гражданским считается, ведь очевидно, что командиры – это военные юниты. Ну, да ладно, он получает возможность основывать поселение после некоторого количества прокачек полученных, то бишь не сразу, он должен получить какие-то прокачки, чтобы основать поселение. Уникальный военный юнит – легион, пехота, которая получает увеличенную силу за каждую принятую римскую традицию в правительстве. Ассоциированное чудо – Колизей, добавляет культуру и увеличенное счастье в кварталах в этом городе. Должно быть построено рядом с кварталом. Кстати, стартовое место появления для Рима – луга. Ну и уникальное дерево цивиков для Рима – тоже четыре. Экзортитус романус открывает храм Юпитера и традицию Ауксилия, которая увеличивает производство при создании военных юнитов в столице за каждый город. На втором уровне этот цивик дает бесплатную прокачку легату под названием Аплот. Видимо, что-то для защиты, без понятия. Следующий цивик под названием Цивис Романус. На первом уровне открывает уникальное здание Базилика и традицию Курсус Онурум. Создание юнитов пехоты дает часть производства, потраченного на этот юнит, в виде культуры. На втором уровне этот цивик увеличивает золото в столице за каждый город под вашим контролем. Следующий цивик – Легатус Пропрейторе, или Преторе, наверное, дает бесплатный юнит пехоты в каждом поселении, которое вы основываете, а также повышает лимит поселений и открывает традицию Латинитос. Эта традиция повышает еду, золото и культуру в каждом городе со специализацией. И, наконец, известнейшая политика Сенатус Популюс Краманус увеличивает количество социальных политик в правительстве, увеличивает лимит для поселений, открывает традицию Принцепс Цивитатис и Чудо Колизей. Традиция Принцепс Цивитатис добавляет производство в кварталы в столице. И, наконец, единственная представленная цивилизация эпохи открытий – Шоуни. Да-да, индейцы Алгонкины. Уникальная способность – не пикифаки. Поселения, построенные рядом с судоходными реками, получают увеличенную еду на клетках рек. Правда, города, построенные не рядом с судоходными реками, наоборот, получают меньше еды. Вот тут, конечно, интересно, это будет влиять только на новые города или и на города предыдущей цивилизации. Фокус цивилизации на экономику и политику. Уникальное улучшение – Маваскавис Коте. Добавляет еду. Увеличенное золото за каждый соседний ресурс может быть размещено на растительной клетке, но не рядом с другим подобным же улучшением. И все, кстати. Если вот у цивилизации античности там по три уникальных зданий, улучшений, районов, то тут всего одно. Уникальный гражданский юнит – Хосип Келени. Это юнит-миссионер. Кстати, к вопросу о том, будет ли религия в игре. У него увеличенное перемещение, а реки, точнее, переход реки не заканчивает его ход. Уникальный военный юнит – Киспоко Ненатто. Пехота – увеличенная сила за каждый ресурс, который есть у империи. Что-то чем-то похоже на ацтеков из шестой цивы, да? Ассоциированное чудо – Змеиный Курган. Добавляет науку и увеличивает науку и производство за каждое уникальное улучшение в этом городе. Можно разместить только на лугах. Место появления – Шоуни, реки, луга, равнины и побережье. Уникальное дерево цивиков для Шоуни. Ох, тут название, конечно, язык сломаешь. В'Ехи Семикофи, надеюсь я правильно прочитал. Открывает уникальное улучшение и традицию «Танец хлеба». Эта традиция увеличивает культуру во всех фермерских городах и количество еды во всех рыболовных городах. Я напоминаю, это будет такая механика в седьмой циве, что вы можете города специализировать. Прямо выбирать внутри города эту специализацию. На втором уровне цивика увеличивается лимит поселений. А уникальное улучшение Шоуни начинает получать культуру за каждый город-государство, сюзереном которого вы являетесь. Следующий цивик. Мияска-Лотовеки, господи. Добавляет золото за каждый торговый путь, пока у вас есть определенное количество активных начинаний. Сложно сказать, что это. Но это, я так понимаю, такие мини-квесты будут в процессе игры. Но что конкретно это означает, сказать сложно. И какое вот это определенное количество начинаний тоже непонятно. И открывает традицию Какахве Павкотовета, господи. Добавляет культуру и золото каждый раз, когда происходит какой-то природный эвент, какое-то событие природное в эту эпоху. Улучшения здания и городские районы не разрушаются во время штормов. На втором уровне повышается предел ресурсов для вашей столицы за каждый засоюженный город-государство. Следующий цивик. Телова-Тики. На первом уровне вы можете поддерживать лидеров во время войны несколько раз, а не один. Кто не понимает, в седьмой циве будет такая механика, что если два других игрока дерутся, то вы можете с помощью политических очков кого-то из них поддержать. Не в плане дать ему золото или юниты, а увеличить его ползунок победы. Кроме того, это открывает традицию Хели-Хили-Нави-Вепи. Господи, зачем я взялся это все читать? Увеличивает эффективность влияния, когда вы пытаетесь задружиться с городами-государствами. На втором уровне ваш уникальный юнит получает увеличенный бонус к силе за каждую позитивную поддержку войны, а также увеличивается количество влияния в ход. Ну и, наконец, последний цивик, Малеки-Кентаки, увеличивает еду на фермах и лагерях. Открывает чудо гору змей и традицию Токисияки-Епипоки. Епипоки это я, когда вот это все читаю. Города получают дополнительное производство в тундре, пустыне и клетках равнин. Вот, все, вот это все представленные цивилизации и лидер. К сожалению, как вы понимаете, не могу я вам подробно никакого видео показать, потому что его просто нет. Так что воспринимайте это, скорее всего, как подкаст. Ваши впечатления, надеюсь, прочитать в комментариях. Мне кажется, эти описания позволяют примерно представить, как будет проходить игра. На этом все, не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео и поддержать канал, возможно, каким-то суперспасибо или донатом. Играйте в умные игры, всем пока! Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку!